Более 200 алтайских студентов, планирующих стать общественными наблюдателями ЕГЭ, проходят в крае обучения. Его проводит Министерство образования и науки региона и Российский союз молодежи. Успешно прошедшее обучение студенты получат сертификаты и на основании личных заявлений будут аккредитованы в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ. Но все эти меры призваны повысить прозрачность и объективность проведения госэкзамена. Вот о подготовке к ЕГЭ поговорим сегодня с начальником отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края Ириной Дроздовой. Ирина Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Совсем немного до первого единого госэкзамена. Когда? Расскажите, пожалуйста, сколько ребятишек будет задавать и какой предмет? Первый. У нас в этом году заявилось на сдачу единого государственного экзамена чуть-чуть больше выпускников текущего года. Ну, потому что их больше в этом году. Около 12 тысяч только выпускников. Кроме того, у нас будут сдавать выпускники прошлых лет. Итого около 13 тысяч будут участвовать. Первый экзамен действительно, как вы сказали, уже скоро, уже 28 мая. Это будет география и информатика. И в общей сложности будут сдавать его тысячи человек. Совсем недавно завершился досрочный период. Можно ли какую-то пока дать предварительную оценку? Как сдали, как написали? Знаете, да, досрочный период у нас вот он только завершился. Но еще результаты известны не по всем экзаменам. В основном участвовали у нас выпускники прошлых лет. Всего шесть выпускников текущего года по разным причинам, которые завершили уже освоение основных программ. Первые итоги, итоги всякие. Есть и те, которые не преодолели порога. Есть и те, которые получили и за 80, и за 90 баллов. Хочу отметить главное то, что к единому государственному экзамену готовятся. И то, что нарушений участниками у нас не было на досрочном. А недовольные оценками уже есть? Да, знаете, ну немного. Была одна апелляция у нас по истории, по тем результатам, которые известны. По истории, но ее не удовлетворили. Результаты остались прежними. И сегодня будет рассмотрение апелляции по биологии. Один человек. В дальнейшем ребята, которые недовольны по тем или иным причинам, могут подать такую апелляцию? Конечно. В дальнейшем участник единого государственного экзамена, он может подать апелляцию как на нарушение действующего порядка непосредственно при проведении, но это он подает не выходя из пункта проведения экзамена, то есть в день экзамена. А если он не согласен с баллами, то по заданию только С, он может подать апелляцию. Ирина Николаевна, вот я знаю, что до 20 апреля работает горячая линия по вопросам проведения госэкзаменов. Востребована ли она прежде всего и с какими вопросами обращаются? Знаете, горячая линия по проведению госэкзаменов у нас работает постоянно. Она круглогодично у нас работает. Эти телефоны на сайте министерства размещены. А до 20 апреля работает горячая линия по проведению итогового собеседования в девятом классе. Оно у нас было 13 и 16 апреля. И это было в рамках апробации только. На следующий год это будет в обязательном режиме уже у девятиклассников. Поэтому она, горячая линия эта работала в первую очередь, конечно же, для учителей, которые участвовали, чтобы правильно оценить ответы детей. Ну и естественно для родителей, если какие-то вопросы возникают. А часто возникают какие-то спорные моменты? Вы знаете, практически вот по процедуре обращений не было вообще. Были, конечно же, обращения учителей по оцениванию. Хотя мы провели и Рособорнадзор, и мы провели два семинара. Поэтому действительно это абсолютно новое. Мы учимся, когда устно выслушиваем ответ учащегося. И тут же учитель, во-первых, ассистент должен кто-то говорить с ним. Это не учитель русского языка, литературы. А учитель русского языка здесь же оценивает. Поэтому, конечно, новые вопросы есть от учителей. Но я думаю, что мы будем отрабатывать. И Рособорнадзор просит, что именно под эти проблемы, какие возникали на том, мы это и проводим, чтобы оправмировать. А как тут в этом вопросе избежать субъективности? Ведь ЕГЭ, собственно, и был призван для того, чтобы к плюсу-минусу свести и избежать вот этого вот оценки учителя. А это, понимаете, это итоговое собеседование, и там нет оценки. Там зачет, либо не зачет. Но там же есть четкие критерии, которые разработаны Федеральным институтом педагогических измерений. Поэтому именно... Но знаете, что сложно учителю? Вот ЕГЭ, когда они проверяют, у них же тоже есть критерии. Критерии тоже разработанные ФИПИ. Но там вот она проверяет, да, вот она работа, вот они критерии. А здесь сразу учителю надо сориентироваться. Здесь настолько хорошо надо знать эти критерии, оценки, чтобы выставить зачет или не зачет. Но это же все равно легче, зачет либо не зачет. Нежели 1, 2, 3, 4, 5. Что еще нового ждет учеников, учителей в этом году в проведении ЕГЭ? Вы знаете, мы в Алтайском крае, в принципе, как и вся страна, будет печатать полный комплект кимов в аудитории в 11 классах. Но это касается только организаторов, технических специалистов. А если относительно детей, родителей, учителей, то нового ничего нет. И организаторы ЕГЭ, они именно и не идут на постоянные какие-то нововведения, потому что уже, чтобы участники привыкли к единым требованиям. Ирина Николаевна, ну вот это жесткое, все жестче и жестче наблюдение. Теперь уже и студентов подключают в качестве наблюдателей. Это что значит, что все-таки удается списывать? Или для чего это делать? Наблюдение не жестче. У нас студенты в течение трех лет уже работают. Просто не было вот такого большого внимания этому вопросу. И сейчас Рособорнадзор впервые в этом году, они требуют обучения всех специалистов, кто привлекается к ЕГЭ, в том числе и студенты. Почему? Потому что студенты, работая, не зная порядка, они ставят метки, потом эти метки проверяются, и в 90% они не подтверждаются. Понимаете? Поэтому их надо обучивать. Поэтому вот такой резонанс, ну даже не резонанс, а просто информационное сопровождение вот такое было. А то, что усиливается контроль, наблюдение, ну оно в течение ряда лет уже такое. Удается ли списывать? Вы знаете, я считаю, что нет. Может, кому-то где-то в туалете удалось. Может быть. Но с огнем играть не надо. Сейчас он смотрит и хихикает, я думаю. Да, да, да. Но в аудиториях это точно нет. Вот в аудиториях точно нет. Давайте еще раз напомним родителям и ученикам, и учителям, может быть, кому-то. Где, когда можно ознакомиться с порядком проведения, расписанием со всем, что предстоит с 28 мая? Во-первых, все нормативные документы, какие были, мы уже направили. Во-вторых, все документы размещены на сайте. И в-третьих, все участники ЕГЭ, которые школьники и родители, уже дважды под роспись ознакомлены с порядком. Ну и, естественно, сайт школы и наш сайт. Спасибо вам огромное. Будем вас ждать в нашей студии через пару месяцев с высокими баллами, с информацией о высоких баллах. Спасибо. Благодарим. Это была программа «Наше время». Мы сегодня беседовали с начальником отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края Ириной Дроздовой. Говорили мы о предстоящем проведении единых госэкзаменов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова